У рыбок завтрак. Сейчас я их кормлю мало. Все-таки зима. Раз в неделю я их подкармливаю. Остальное время они подъедают водоросли. Либо же сидят на дне пруда. Молодцы. Вон дракоша плавает. Рыженькая. С вуалем. А так. Красавчики мои. Ну, а в теплице, как всегда, лето. Это у нас сегодня 6 декабря. Я хожу в жакеточки. Теплица 27 после проветривания. Занесла уже часть сеянцев сюда. Один. Второй. В принципе, все сеянцы здесь. Остались только большие горшки дома. 15-ти литровки с копытными детками. Их пока некуда ставить. Но вот мелкие горшки все идут сюда на полочку. Здесь им хорошо. Тепло, светло. Стол служит изоляцией. Там с другой стороны где-то 15 сантиметров пространства. Так что им вполне тепло. Плюс еще здесь вот радиатор. Тепла хватает. Света тоже. Никто спать не собирается. Вот только раз. Он там даже листик гонит. Все активно растут. Раз спящий. Этот пока думает. Дальше. Вот тут. Суматра и пинг-сурприз скинули листья. Детки еще растут. У неизвестного остался один листик. Остальные все в таком состоянии. Похожу в джунглях. Лежа после пересадки. Листики хорошие. Афродита вот отсушила. Видите, как я спокойненько снимаю лист. Я его не отрываю. Я его просто вытащила. Без усилий. Эухарис напустил кучу деток. Наверное, весной будет свистеть. Дальше. Тут еще крепко сидят листья. Не буду тянуть. Амура пока еще стоит с листьями. Три спящих на всю теплицу из трехсот. Мандела сниму верхний слой, чтобы он не закисал во время перепадов температуры ночью. Потому что иногда бывает конденсат, и он застревает на этих листьях, вызывает гниль. вот так. Красота. Тоже кто-то зря анимашек летних. Шоумастер новые листья пустил после пересадки и обработки от клещей. Атерхор тоже стоит, радуется. Вот это вот Арктик Нимф. Думаю, она у меня будет весной первая на пересадку, потому что такие листья пошли гнать. К сожалению, времени на тепличных уже практически нет. Все на новичков. Потихоньку все реанимашки из дома переезжают сюда. В основном в маленьких горшках. Потому что места, как вы видите, уже нет. Когда здесь все заснут, сюда еще один горшок посажу, поставлю. Что еще сказать? Это у нас 6 декабря. Днем 27 за счет света. Сидит крепко. Крепко сидит. Еще не собирается. Это кто-то из красняков местных. Даблкинг. Пересадила. Резко нарастил сантиметров 6 в обхвате. Сажала гораздо мельче. Мистия укоренилась. Тоже хорошо растет. Саммартайм после сноса копыта. Тоже неплохо укоренилась. Вон корешки там. Здесь грунт теравита. Теравита. Он мне не очень нравится. Он такой песчаный. На тот момент что было, то и использовала. Саммартайм копыта. Как вы видите, тут 7 деток. А это мамка. Спать никто не собирается. Но цвести при этом будут весной активно. Так, сейчас они набирают то, что они не набрали летом. Потому что летом все-таки свет падает сверху. И крыша все блокирует. А вот сейчас самый оптимальный для них свет. Они получают его в полном объеме. С 7 утра где-то до 5 теплица светло и тепло. Потом уже уходит солнце. И где-то в 7 часов вечера я включаю отопление совсем на чуть-чуть. Одна спираль на 3-4 единицы. Посмотрим, какая будет зима. В прошлом году было гораздо холоднее. Поэтому отопление здесь пахало на полную мощность. Плюс еще не было вот этой подложки. Она тоже съедала очень... Но дает хорошую экономию тепла, потому что все стояло на бетонной плитке. И тепло уходило внутрь. Отапливало землю под теплицей. Сейчас же как тут все хорошо, все отражается обратно. Значительная экономия. Расход упал в два раза. Электричество. то есть если в прошлом году счет был где-то порядка 100 евро в месяц в этом году вписываюсь в 50. Это учитывая то, что у меня работают дома и духовка, и медленно варка. То есть вроде бы как расход электричества увеличился, но при этом счет гораздо меньше. Чисто за счет вот этой подложки. На Вельвет Нимф это все будет весной тоже пересаживаться, обновляться грунт, сажаться с подпоркой, потому что мощные листья тянутся к свету. На закате свет идет отсюда. Естественно, все гипы тянутся туда к свету. Ну и отраженные, естественно, от гаража. то есть на пару месяцев здесь будет стоять подпорка, чтобы гип выровнялся и не заваливался. Ну, то же самое, там они все тянутся к свету. То есть, несмотря на такой вот объем инсоляции, этого им тоже маловато. и они эти я периодически переворачиваю, чтобы они не прилипали к стеклу. И вот такая красота. Так, тут у нас нет, еще крепко держится. Можно, конечно, приложить усилие, но зачем, если этот лист еще как-то работает, в нем еще запас питания и воды. Когда надо будет, луковица его отсушит. вот это все тянется к свету. Вот тут паучок. Кого он ловит там, я не знаю. Может, каких-то клещиков, которые тут водятся, несмотря на обработку акарицидами. В общем, жизнь бьет пассифлора красная. Ее надо будет уже сегодня полить. она тоже стоит на подложке. вполне достаточно для нее. Теплолюбивое растение. Даже без отопления она растет прекрасно. вот вот это салатик предположительно у там валий. Вот еще салатики растут. Вот мои антидепрессанты. красота. Удачного всем дня. Пока. льда. льда. льда.